Основой современной цивилизации является здоровый и духовно развитый человек. Ведь здоровая нация является безусловным признаком сильного государства. А главным институтом государства является семья. И именно с семи должна начинаться пропаганда здорового образа жизни. А сотрудники здравоохранения должны помогать гражданам сохранить свое здоровье, отметила Сарья Адлиба, открывая круглый стол. Социально-экономические и политические преобразования, утверждение гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой экономической и устойчивой демократической системы не имеет смысла, если они не направлены на создание всех условий для здоровья наших граждан. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье нации на 20% зависит от наследственности, еще на 20% зависит от социальных условий, на 10% от уровня здравоохранения и на 50% от образа жизни. Очень актуальные темы были рассмотрены в рамках круглого стола. Все доклады посвящены медицинской тематике и проблемам сферы здравоохранения, отметил начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация. Приятно, что в Абхазии есть новая плеяда ученых, которые не хотят сидеть на месте, которые понимают, что фундаментальная наука имеет очень важное значение для любой страны. И то, что молодые, скажем так, мозги не утекают из Абхазии, а концентрируются здесь и планируют еще будущее, это действительно будет являться большим подспорьем для любого направления деятельности нашего государства. Проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, ранняя диагностика, а также возможности и перспективы в условиях Абхазии. С таким докладом выступила Илона Ардзенба, кандидат медицинских наук. Стоит отметить, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной проблемой здравоохранения во всех странах, в том числе и в Абхазии. Сегодня, как внук-кардиолог, я хотела бы поговорить об остром коронарном синдроме, а именно инфаркте миокарда и то, что возможно делать в условиях Абхазии, и то, что хотелось бы, чтобы в ближайшее время, так сказать, появились методы диагностики и лечения. Основными маркерами диагноза инфаркта миокарда являются биохимические показатели, которые определяются в крови. Это тропонин и креатинфосфокиназа вместе с клиническими симптомами и изменениями на кардиограмме. Плюс ультразвуковое исследование. В условиях Абхазии мы можем проводить исследования эти. У нас есть возможность в стационаре проводить количественные исследования. При содействии Министерства здравоохранения Республики сделан большой шаг, особенно в стенах республиканской больницы. У нас отделение кардиологии первое, но в стенах городской больницы, где проводилась диагностика и лечение таких пациентов. С некоторых пор есть и возможность оказывать пациентам с острым коронарным синдромом помощь в полном объеме и в стенах республиканской больницы. О лабораторной диагностике и ее роли в современной медицине рассказала декан факультета биологии и биомедицины Агула Рисахуба. О проблеме эксплуатации медицинских технических средств в Абхазии рассказал старший научный сотрудник Института экологии Академии наук Абхазии Тимур Страчан. С докладом про раннюю диагностику и лечение злокачественных новообразований выступила Сария Адлиба. Она привела статистические данные и рассказала об актуальности данной темы, ведь от рака умирает огромное количество людей. Заболеваемость в Абхазии достаточно высока, если мы помним, что наше население официально 240 тысяч. Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением 7886. Заболеваемость 232 единицы, смертность при этом 105 единиц. Пятилетняя выживаемость 50%, первичная запущенность 34%, конечно, очень высокий показатель. Иготичная летальность тоже очень высока, это 40,3%. После участники круглого стола обсудили множество вопросов, которые были затронуты в ходе докладов. Также велась оживленная дискуссия. У всех участников была возможность задать вопрос представителю Минздрава и получить на него ответ. Лаура Капшрам, Мукамке, Нарсо Цулуки, Абхазское телевидение.